Мы находимся на берегу Волги, где нам открывается ужасная картина. Огромное количество мертвой рыбы, которая гниет и пахнет. Рыбное кладбище длиной минимум в километр наводит на мысли о настоящем экологическом бедствии. Некоторые люди предпочитают не замечать проблемы. Они перешагивают полосу мертвой рыбы на берегу и идут купаться. Испуганные же ульяновцы тем временем наводнили соцсети фотографиями и видеороликами об экологической ситуации на Волге. Рыбаки отмечают, выброшенной на берег рыбы действительно много, а клёва по сравнению с прошлыми годами, можно сказать, нет. Мертвая рыба была замечена не только на левом берегу, в Архангельском, у Президентского моста, около парка Прибрежный, но и на правом, недалеко от Креуш. Например, в Шиловке тоже проплывали рыбаки, которые рыбачили с лодки, и показывали сюжет, сколько там, я удивился, судака не то что мелкий, но и крупный, где-то грамм 600-700 мертвый плавает. Самым крупным экземпляром, выбросившимся на берег, стал огромный сом, вес которого очевидцы оценивают в 20-30 килограммов. Специалисты рыбнадзора и агентства ветеринарии выезжали в село Архангельское, где наблюдалось большое количество мертвой рыбы. По результатам анализов рыба задохнулась от ила, попавшего в жабры. Это классические заморные явления, к сожалению, которые случаются на Куйбышском водохранилище. Это не эпидемия, это не какие-то, скажем так, сторонние химикаты и так далее. Там версии разные у нас высказывались в социальных сетях. Быстрый прогрев водной глади, как отметили специалисты, вызвал сокращение кислорода в воде, что и привело к замору. Погибшая рыба, окунь и ерши, не является главной промысловой в области, поэтому большой бедой для рыбаков это не обернется.